12 аптек в Наурсбайском районе продавали лекарства первой необходимости по завышенным ценам. На некоторые препараты недобросовестные провизоры накидывали аж 3000 тенге. В основном это противовирусные антибиотики. В эти дни специальные мониторинговые группы ежедневно проверяют аптеки города. В очередной рейд отправилась и моя коллега Аяна Нураш. В этой небольшой аптеке на окраине мегаполиса цены на востребованные препараты продавцы устанавливали сами. К примеру, противовирусный ацикловир АКОС здесь отпускали по 280, хотя цена, установленная Минздравом, составляет 189 тенге. Здесь утверждены социально значимые препараты, которые нужны населению. Здесь, смотрите, ацикловир АКОС, в эти зеленые, стоит 189 тенге, 75 тенге. Представитель аптеки в свое оправдание заявила, якобы по такой цене приобретали у поставщика. Ревизоры, в свою очередь, пояснили. Такое оправдание они слышат не в первый раз. Не знаю, ацикловир сейчас мы проверим. Ацикловир не соответствует. Эта информация сейчас мы проверим, эта позиция вообще есть или нет. Я просто сама не видела, это все. Затем проверяющие направились в другую аптеку. Здесь нарушения не нашли. Дефицита лекарств нет, с ценами тоже все в порядке. В случае, если поставщики продают по завышенным ценам, аптека просто не принимает товар. Если со склада приходит выше цена, то мы не принимаем этот товар, так же возвращаем. Владелец и продавец в одном лице Кульсимхан Изинбаева работает в аптеке уже 36-й год. Закуп делают каждые два дня. По ценам здесь нарушений не выявлено, но оказалось, нет аспирина. Причина в большом спросе. По цене и наличию других лекарств аптека удачно прошла проверку. Мы не завышаем цены, стараемся помочь народу в такое нелегкое время. Участникам Отечественной войны лекарства выдаем бесплатно. Мониторинговая группа наурсбайского района на проверку выходит ежедневно. За продажу лекарств по завышенным ценам привлечены к административной ответственности 12 аптек. Кроме того, 7 физических лиц оштрафованы за несоблюдение масочного режима. Заходил тайный покупатель, покупал и было действительно завышение цен. Препарат Тамифлю, его продавали, он 9999 тенге, а продавали его за 13 тысяч. Такие были факты, все эти материалы были зафиксированы. Это видеофиксация, вместе с сотрудниками МВС составляется рапорт. За превышение цен и за безрецептурную продажу лекарств налагается штраф на физических лиц 70 МРП. К слову, во всех аптеках города в наличии должно быть 41 наименование лекарств в первой необходимости. А сопоставить цены можно с помощью мобильного приложения dare.kz. Айдана Нураш и Алкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.